хоба привет с вами доктор влад второй ролик пошел и вот немножко я порассуждаю ребята не всем это понравится вот мне тут пишет комментарии извините доктор не могу промолчать про пригожина и валерию они выступали за путина пропагандировали за него вот теперь пусть наслаждаются тем что выстраивали вместе с опг не жалко пусть наслаждаются бесстыжие кстати навальный неплохо о них рассказывал я ответил не стоит злорадствовать вот и дальше опять начну не ответ не стоит забывать их лица в конце концов ответила это еще зачем чтобы потом поймать и побить ребят ну вот но я тоже таким был в принципе я понимаю все это дело да фиг бы с ними а ну думайте о себе прежде всего но какая вам наплевать насчет вот этого пригожина еще там каких-то так называемых артистов в россии давно нет артистов они все ну остались те которые прикормлены властью они восхваляют там путина власть и так далее а вам вам что до этого неужели на это тратить свои нервы свое драгоценное время да идут они лесом все ребят и вот дальше тут же смотрите вот мне одна женщина почему многие написали вот так после старта ракеты но вот илона маска до испытала сильнейшие эмоции ша великая страна смотрела трансляцию с сыновьями 16 6 лет маска браво да я также болел за них когда отложили запуск события ну да я помню когда гагарина запустили там тоже мы радовались все я вам больше скажу когда я уже не помню в каком году в саратовский мединститут наградили орденом трудового красного знамени вот я дошел до того что я а я тогда занимался в кружке на кафедре фармакологии мне очень нравилась фарма вот так я дошел до того что я пошел в этот день на кафедру вот как только опубликовали в газетах специально уже занятия закончились а пошел на кафедру нашел нашего ну завкафедры константин ванч бендер у нас такой был вот я его поздравил тут чуть со стула не упал вот я тоже такой был а сейчас мне надо такой степени вот по барабану но запускает ракеты я к ракетной промышленности никого отношения не имею то что там запускает ну хорошо ну ладно я зашел на яхо ребят посмотреть тут абсолютно ничего нет про ракету чего только нету здесь и про трампа есть раньше не было про обаму совсем а сейчас там каждый день каждый день ну конечно вот эти события вы знаете да волнение в америке вот про это много есть ну что вот тут еще ну вот опять опять трамп еще какие-то про китай абсолютно ничего про ракету нет ребят но это пойти это нормально да что меня беспокоит меня беспокоит только то что я вот с утра встала не еще покушать у меня из крыши над головой у меня есть во что одеться да всю то что там ракеты запускают но пускай это их дела как говорится да меня не тревожит абсолютно не ливия не афганистан ни какие-то еще другие страны меня даже не интересует соседний город я даже чикаго по барабану я не в чикаго живу я живу рядом вот наш раунд лейк парк маленький да и тоже ну вот я смотрю как как чё вокруг ну люди ходят ну ладно ну пускай ходит главное в центре всей вселенной я сам понимаете и меня тревожит прежде всего то что имеет прямое непосредственно отношение ко мне вот моя жена там мои дети например там еще что-то семья там и так далее да вот а все остальное да господь бы с ним ребят вы начинаете задумываться о будущем человечества когда наверное когда вы забываете о себе да это взаимосвязано если у вас ни черта ничего не получается но нужно посмотреть а что там у человечества творится понимаете вот но думайте о себе прежде всего не думайте о том запустить ли маска очередную ракету вы думаете что будете завтра делать понимаете вот и я еще раз скажу я опять начинаю повторять эту молитву бегите оттуда не думайте об этих артистах дурацких которые ну да они прикормлены властью да вот они сейчас заныли потому что им денег не хватает а им денег на самом деле не хватает если глубь поглубже пойти вот он допустим получил 10 тысяч баксов за выступление ну не знаю на какой-то вечеринке у миллионера до у российского вы думаете он их все получил но смысле это не все его ему нужно отдать тем кто все это организовывал ему нужно отдать бандитам ему нужно отдать тем артистам которые ему помогали не только артистам там к костюмерам каким-нибудь там еще что-то такое прочее ему шиш да маленько остается но это я вот просто уже углубился на самом деле мне на это вот ну по барабану глухо понимаете да думайте о себе прежде всего думайте как вы останетесь в этой стране с которой абсолютно ничего невозможно сделать абсолютно пока путину власти да это вообще безнадежно хорошо путин ушел даже его посадили в гагу а чё дальше то что будет население все то же самое остается поглядите вокруг себя вокруг вата она точно так же будет словословие там мутина бутина кого угодно да ну и и так дальше россия вообще когда развивалась последний раз вы не помните но вот так вот это я просто у меня уже как говорится я не удержался но и давайте новости посмотрим психо неврологическом интернате под саратовом коронавирус выявили у сто одного человека вот так это где-ка так визовка визовка да а да и вищенский психо неврологический интернат ну там живут люди ну сами понимаете какие интернат это значит что их там нифига не лечат просто караулит как говорится да ну вот да я там был визовки в это я был в минском лагере такие дела в торговом центре благовещенске сорвался лифт пострадали рабочие просто там они не ремонтировали просто грузовой лифт слава богу он со второго этажа сорвался но все равно со второго этажа упасть да один в тяжелом станет другой средней тяжести это благовещенск на амуре вот что творится водитель без прав под красноярском въехал в магазин три человека погибли не справился с управлением фу вот такие дела в россии творятся очередная сенсация цик открывает новые шлюзы для фальсификации вы григорий мельконянц сопредседатель движения голос он рассказывает как будет проходить голосование ну конечно тут тут волосы дыбом станут на всем теле выдачи бюллетене без указаний паспортных данных это значит ну кто угодно что угодно это новые уловки до 6 дней до срочного выездного голосования на улице это абсолютно неподконтрольная ситуация дальше надомное голосование раньше было должна была указаться уважительная причина сейчас вообще по барабану любой может значит попросить чтобы ему на дому проголосовать ну и попросят как говорится да там несколько миллионов все напишут ну и так далее так далее кабина для тайного голосования без шторок дезинфекции автор учит после каждого голосующего это будет приводить к столпотворению на участках в часы высокой явки ну и так далее так далее но в общем все это зачем нам такое общероссийское голосование да ну какая разница но все равно все равно все правы за путина проголосуют прокуратура начала проверки связи с жалобами жителей подмосковного красногорска на подтопление подтопление это называется уже на резиновых лодках там плавают до добирались до своих домов на резиновых лодках ролики в которых члены их семей стоят по поясу в воде подтопленные дома и так далее сильные дожди затопили нет некоторые участки в подмосковной истрии а также дороги в мажайске в мажайске подольске домодедово и ряде других городов подмосковья ну вот нашу владимир там тоже подтопил хорошо минздрав одобрил первый в россии препарат от коронавируса но только он не работает авифавир я уже про него говорил это фуфломецин сам настоящий да одобрили ну конечно деньги далее все одобрит украина сообщила об испытании ракеты нептун ох ты ракеты какие-то украина модернизированные бла-бла-бла боеголовка 150 кг хорошо в россии за сутки коронавирус выявили у девяти тысяч девятьсот шестидесяти восьми человек ребята а вчера чё-то был поменьше поменьше вчера был ну-ка я гляну сейчас вот нет где-то тут было что сколько вчера вчера было восемь тысяч девятьсот пятьдесят два даже меньше девяти а сегодня больше 9 но вторая волна она пошла она же 3 1 она же 15 да ребят коронавирус в россии бушует число подтвержденных случаев заражения коронавирусом россии превысил 400 тысяч вот так число выявленных за сутки случаев впервые с 23 мая сегодня 31 31 мая я вчера забыл что есть 31 мая по сегодня последний день весны так вот число выявленных за сутки случаев впервые с 23 мая превысил 9000 падивший чернокожие и задержавшие его полицейские оказались бывшими коллегами может потому ну и это да они работали в каком-то ночном клубе вместе один работал вышибала и вторую подрабатывал охранником и вот они встретились то ребята в америке чё сейчас творится но опять же у нас не творится у нас птички по полиции в вашингтоне стреляет в артистующих слезоточим веществом каким-то шариками со слезоточим веществом да шумят вон да шумят а американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов и где 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 в минеаполисе так минеаполисе лос-анджелесе филадельфия атланти луис вилле колумбия а луис вилле здесь кентаке там то чё шумят колумбии дэнвере портленде мелоке коламбусе демонстранты стал сталкиваются с полицией поджигают машины грабит магазины заодно магазины можно пограбить а чё да ребята проблема названы автомобили в которых чаще всего умирают люди при дтп очень интересно эксперты в сша сочли компактное авто гораздо опаснее полноразмерных да ребят большая машина это ваша жизнь это ваша жизнь у меня жена несколько раз я тоже попадал в аварию машины большие и пока до тебя удар дойдет он уже значительно смягчается но все-таки какие на самые опасные модели ford fiesta масеньки до 141 погибший водитель на втором месте hyundai акцент тоже масенька 95 смертей третья строчка fiat 500 а я у нас таких вообще мало вот такие дела большую машину покупать безопаснее ездить дороже конечно чё говорить в крыму забронировали около 70 процент мест в мини отелях и пансионатах а всего-то 70 процентов это на осень до пили на период до сентября да это они забронировали а потом бах опять коронавирус пойдет во всю башку и понеслась все отменят к чертям вексельбергу не дали на направить замороженные средства на борьбу с коронавирусом ох ты виктор вексельберга да швейцарский банк ему отказал он гордяне для бизнеса я для коронавируса коронавирус тот же бизнес ребят а ему запретили он назвал это варварство а вот так вот миллиард у него там заморозили за год доходы спитер мост гордом и шапошнику помните вам говорил да в первом ролике вырос в семьдесят девять раз а хорошо доход почти в 2 миллиарда рублей но как-то это все объяснил они все объясняют ребята они все 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 объясняют так главной ковбой голливуда клинту иствуду исполнилось 90 лет несмотря на преклонный возраст артист продолжает выступать и в качестве актера и в качестве режиссер ну молодец до 90 уже ёлы-палы ладно тут я смеюсь шварценеггер усомнился что есть кто-то круче чем он и клинт иствуд да вон они вдвоем тут на лыжах стоят чет тоже старенький уже шварц вот интересная статья как появился восьмичасовой режим сна и почему наши предки спали по два раза за ночь я вообще об этом никогда не слышал представьте что вы живете 18 веке в 20 30 часов вечера вы надеваете ночной колпак задуваете свечи засыпаете под запах воска и агарка мягко заполняющего воздух вокруг кровати какой образ интересный да так спустя несколько часов 2 30 ночи просыпается надевайте пальто идете гости к соседям они тоже не спят спокойно читают молятся или занимаются любовью потому что до и по электричества дух двухразовый сон за ночь был распространен повсеместно ребята в те времена люди спали дважды за ночь вставали на пару часов среди ночи а затем отправлялись обратно в постель до рассвета и здесь полно полно ссылок на разные какие-то книжки первый сон второй сон да я не знал этого смешно так и twitter путин рассказал россиянам что у них теперь есть гиперзвуковая ракета способная поразить америку о том что у россиян зарплаты и пенсии способны способны поразить америку не рассказал да ребят так тира тут как это пишет это не марс пушков оценил значение запуска корабля маска это не марс а когда запустят на марс скажет это не юпитер да и комментарии что делать деменция с человеком ведь когда-то был умен я не думаю что пушков когда-то был умен и вот 2 у него постоянно выражение лица как будто он дерьма наелся но так вот она есть ладно маск отправил людей в космос а путин шаманов дурдом пока расклад такой ну да зато хунта себе построила храм и запустят его 22 июня не печальтесь а там и парад победа беси и деды на палках скучать некогда но это опять вот про этот про илона маска да а кудрин написал смотрите алексей кудрин вы знаете такую личность да а но это не он нет это не он это это фейковый аккаунт россия отстала навсегда илон маск запустил свой корабль уменьшил стоимость доставки одного килограмма груза в арбит на орбиту в 10 раз роскосмос доставляет один килограмм за 6000 долларов а илон маск доставляет за чуть более 600 долларов вот и все но такие дела за державу обидно усы пескова наши ученые уезжают не потому что россию не любят а потому что россия не любят их ох как верно вообще люди вы уезжают из россии не не потому что ищут хорошей жизни в основном люди уезжают от унижения потому что нормальный человек не может переносить вот такое унижение которое царит в россии понятно да усы пескова на twitter теперь понятно что на самом деле означают слова и курс на отказ от американского доллара сейчас на ливийской валюте потренируемся а потом просто будем печатать доллары сами х минздрав решил не включать в статистику случаев коронавирус тех заболевших у кого нет жалоб ага теперь понятно почему погибших не включают статистику у покойников традиционно нет жалоб да и и комментарий мир сошел с ума люди стали бояться собственной орвы и температуры плюс 37 едва вот такие дела ребята на данный час у нас птички поют время 5 часов утра всего хорошего до свидания с вами доктор блата еще встретимся